Позвольте, с такой логикой можно и Сталину, например, оправдывать. Да, конечно, были перегибы. Не вам все прав, но он многое сделал. Слушайте, а что, в конце концов, плохого в уничтожении некоторой части внутренних врагов? Уничтожение людей в этом плохое. А что в этом плохого? Нельзя убивать людей. Конечно, физическим. Почему? Подождите, секунду. Некоторых убивать можно и нужно совершенно точно. У нас именно смертная казнь, и он на полной стране. Это не факт, что это было правильное решение. Так вот смотрите, даже Бог, если мы читаем Ветхий Завет, если мы читаем Апокалипсис, то есть Новый Завет, прямо санкционировал и санкционирует в будущем уничтожение большого количества людей. Для назидания остальных. Не как наказание, не как месть, а для назидания остальных. Для назидания обществ иногда необходимо уничтожить некоторое количество тех, кто достоин уничтожения. А кто решает, кто достоин уничтожения? Если хотите, воля Божия и воля народа, с которой должна совпасть воля власти. Аmic pro уничтожения. Апокалипсис.